Всем привет! Это видео о том, как обновить драйвера оборудования Windows. Если драйвер какого-то устройства на компьютере не будет установлен или будет установлена версия, которая не подходит, то такое устройство не будет работать правильно. А возможно, даже будет тормозить компьютер или выдавать ошибки Windows. Или даже появится синий экран смерти. В другом ролике я уже детально рассказал о том, как узнать причину появления ошибки си синего экрана и как исправить ПСОТ ошибку. Смотрите по ссылке в описании. Если у вас нет претензий к работе компьютера и его устройств, то скорее всего у вас с драйверами все нормально. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, воспользуйтесь программами компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите программу. Затем запустите анализ диска. После анализа утилита отобразит файлы, доступные для восстановления и вы сможете их вернуть. В нашем блоге представлены краткие руководства по решению любых проблем, возникающих у пользователей Windows. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса. Начиная от установки системы и заканчивая удаленным администрированием и подключением мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Итак, драйвера на компьютере устанавливаются и обновляются автоматически при установке операционной системы. Автоматически через центр обновления Windows. Пользователем через диспетчер устройств. Пользователем с официального сайта производителя оборудования или с диска, который шел в комплекте с устройством. При установке операционной системы на компьютер одновременно устанавливаются драйвера для всех устройств. В 99% случаев Windows устанавливает все нужные версии драйверов. Происходит это автоматически и никаких действий от пользователя не требует. В дальнейшем центр обновления Windows также автоматически загружает и устанавливает драйвера последней версии. Даже если вы устанавливаете свои собственные драйвера, Windows может автоматически перезаписать их, когда доступна новая версия. Используя центр обновления, можно забыть о таком процессе, как поиски обновления драйверов. Он сделает это за вас. Посмотреть последнее обновление драйвера можно, перейдя в меню Параметры – Обновление безопасность – Центр обновления Windows. Нажмите «Посмотреть журнал установленных обновлений» и откроется окно, где можно посмотреть все обновления. Нажмите «Удалить обновления», если нужно удалить их. Забегая наперёд скажу, что не всегда устанавливаются правильные драйвера. Поэтому опытные пользователи иногда отключают автоматическое обновление Windows. О том, как отключить автоматическое обновление Windows, можете посмотреть в отдельном видео. Ссылка будет в описании. Единственные драйвера, которые Windows может плохо обновлять – это графические. Для проверки и обновления графических драйверов можно использовать утилиту, которая устанавливается вместе с драйверами. NVIDIA, AMD, а также Intel предоставляют такие. Они автоматически проверят и загрузят последнее обновление драйверов графики. Просто откройте приложение NVIDIA GeForce, AMD Radeon или графическую панель управления Intel, в зависимости от того, что установлено на вашем компьютере. Они часто находятся в системном трее или их можно найти с помощью быстрого поиска в меню Пуск. Операционная система не будет автоматически обновлять графические драйвера каждый раз, когда NVIDIA или AMD выпустят новую версию. Поэтому людям, играющим в компьютерные игры, нужно позаботиться об этом самим. Дальше. Если вы чувствуете, что то или иное устройство, которое подключено к вашему ПК, работает неправильно и вы уверены, что оно технически исправно, то возможной причиной этому является драйвер. Чтобы обновить его, перейдите в диспетчер устройств. Для этого кликните правой кнопкой мыши на меню Пуск и выберите диспетчер устройств. Кликните на нужном устройстве правой кнопкой мыши и выберите Свойства. • Перейдите в вкладку Драйвер. Как видим, здесь указана полная информация об установленном драйвере устройства. Поставщик. Дата разработки и версия. Это тот драйвер, который установлен операционной системой автоматически. Если вы видите, что он устарел или его версия не актуальна и так бывает, то его можно попробовать обновить отсюда вручную. Для этого достаточно нажать кнопку «Обновить драйвер» и выполнить обновление, следуя указаниям мастера обновления. И наоборот. Если устройство стало неправильно работать или давать ошибку после осуществленного вами обновления драйвера или после автоматической установки обновления системой, то его можно откатить до предыдущей версии, нажав кнопку «Откатить». Если обновление или установка драйвера устройства не происходит должным образом системой автоматически, а при попытке обновить его вручную система сообщает, что наиболее подходящая версия драйвера для данного устройства уже установлена, то обновить его можно вручную, скачав и установив с официального сайта производителя оборудования. Но качать драйвер необходимо тот, который точно совместим с вашим устройством. Узнать производителя, название и версию нужного устройства можно с помощью одной из многих диагностических утилит. Я, например, пользуюсь AIDA64. Перейдя на сайт разработчика, ищите страницу загрузки драйверов определенной модели оборудования. В большинстве случаев это веб-страница с длинным списком драйверов, которые вы можете скачать. По дате можно сориентироваться, какие из них более свежие. Остается только найти, скачать и установить драйвер. Существует также множество сторонних утилит для обновления драйверов. Например, Driver Booster Free, Driver Pack Solution, Auslogix Driver Updater и т.д. Но я не рекомендую их использовать. Лучше для этого использовать встроенные Windows инструменты. А наиболее правильно загружать с официального сайта разработчика или производителя оборудования. Кстати, производители компьютеров и ноутбуков обычно размещают у себя на сайте пакеты драйверов для каждого устройства. Еще, хочу также вкратце остановиться на цифровой подписи драйверов устройств. При подключении компьютера нового устройства, Windows пытается найти и установить драйвер для него. Иногда можно увидеть уведомление, что драйвер не подписан, был изменен после подписывания или не может быть установлен. Если драйвер подписан издателем и достоверность подписи подтверждена центром сертификации, то можно быть уверенным, что драйвер выпущен именно этим издателем и не подвергался изменениям. Желательно избегать драйверов, если нет уверенности в достоверности источника и безопасности содержимого файла. Но при желании проверку цифровой подписи драйверов можно отключить. Сделать это можно Изменю дополнительные варианты загрузки в Windows 7. С помощью среды восстановления или особых вариантов загрузки в Windows 8 или 10. О том, как войти и пользоваться средой восстановления в Windows 10 смотрите в видео по ссылке в описании. А также с помощью редактора локальной групповой политики. Настроив должным образом политику цифровая подпись драйверов устройств. Детально о том, как отключить проверку цифровой подписи драйвера устройств смотрите в одном из моих следующих роликов. В общем, не рекомендуется обновлять драйвера, если нет на то никаких причин. Те, которые уже установлены на компьютере, вероятно работают хорошо. Даже если есть более новая версия, при установке разницы не будет заметна. Не нужно зацикливаться на том, чтобы на вашем компьютере были установлены новейшие драйвера для каждого из компонентов ПК. Существуют действительно веские причины, чтобы обновить драйвера. В частности, геймеры поддерживают свои графические драйвера как можно более актуальными, для обеспечения лучшей графической производительности и уменьшения количества ошибок в современных играх. В других случаях может потребоваться последняя версия, если оборудование выдает ошибку или блокирует запуск системы. Если было принято решение обновить, не используйте для этого утилиту для обновления драйверов. Лучше обратитесь на официальный сайт разработчика или же с помощью центра обновления Windows.